Дамы и господа, представляю вашему вниманию новый проект «Что произошло?». Это своеобразные итоги недели, только в нашем представлении. Делать, правда, его буду не я, а мой коллега Евгений Анисимов. Если проект зайдет удачно, то он будет выходить у нас в эфире каждую субботу в 11.00 Москвы. Это реальная журналистика. Передаю слово Евгению. Казаки планируют создать реестр врагов народа. Врагам народа, которые оказались в списках, ограничат доступ в сеть. А их дети будут получать высшее образование, только подтвердив свою полную лояльность действующей власти. Об этом сообщил координатор по информационной работе казачества Валерий Розанов. По словам Розанова, казачеством будет создан НИИ идеологических наук, сотрудники которого займутся поиском информации о врагах народа, ее обработкой и систематизацией. На это потребуется 60 миллионов бюджетных рублей. Эти люди на Урале живут в нечеловеческих условиях. Целый район. Их дома затоплены фекальными водами. А каждую зиму в последние годы они мерзнут, потому что деньги, выделенные на ремонт теплосетей, попросту разворовываются. Люди не смогли найти правды в правоохранительных и надзорных органах. Не смогли они достучаться и до губернатора. Ездили к президенту. И в итоге вышли на акции протеста. Ситуация в районе тяжелая. Не зря бы сегодня приехали на пикет. Люди просто находятся в таком состоянии, что они уже больше не могут терпеть вот это вот все безобразие. Теперь они враги народа. Теперь, если инициатива казаков будет поддержана Госдумой, им запретят пользоваться интернетом, а их детям учиться. Мы знаем, что самые страшные кровавые перевороты всегда происходили по причине устремления людей к лучшей жизни. И вожди этих переворотов внушали людям, что нет другой возможности только кровью, только через смерть, только через разрушение сложившегося уклада жизни. Другой уж никак нету никакой возможности, чтобы люди жили лучше. На бога надейся, а сам не плашай. Это народная мудрость. Миллионы людей по всей России на прошлой неделе решили прислушаться к ней и вышли на улицы на митинг против антинародного законопроекта либерального кабинета министров о пенсионной реформе. Я считаю, что это антинародное, потому что я сам водитель-дальнобойщик. Кому я, скажите, буду нужен в 65 лет, кто меня возьмет на работу? Когда я приду, вот такой старичок скажет, мне скажут, бери метелку и иди подметай. Это максимум, до чего дойдет. А кому женщины нужны будут 63-летняя медсестра, которая будет ставить уколы в вену, говорится, дрожащей рукой? Это все антинародное. Почему народ живет в нищете? Почему? Я не говорю лично о себе. Я говорю о том, что отобрали будущее у наших детей и у наших внуков. А сейчас мы узнаем, чем занимаются те самые чиновники по всей России, против которых совсем скоро нельзя будет и слово сказать об этом в нашей рубрике. Политпогода. В Южкар-Оле бастует 60 водителей скорой помощи. Три смены. Все дело в невыплате заработной платы. Глава республики Морел Александр Естефеев старается не замечать протест и продолжает работать в штатном режиме. Никакого административного и дисциплинарного воздействия к виновным не применяется. Страдают только организаторы протеста. Подмосковный губернатор Воробьев совсем замучил за стенках Серпуховского главу Шестуна. Тот уже всеми правдами и неправдами пытается выдвинуться на губернаторский пост, но суровый губернатор не дремлет, а осознает ли он, что таким образом под своим крылышком растит политического мученика. Алтайские чиновники во главе с губернатором Бердниковым отрапортовали, что это их заслуга выплаты за повышение цен на ГСМ, которые в регионе одни из самых высоких в России. Вот только в Госдуме так не считают и распределяют все согласно гектарности. А Москва весьма не любит, когда за ее счет пиарятся. В отчине молодого калининградского губернатора Олеханова счастливо стоит дом, жители которого ежедневно вынуждены пересекать границу, чтобы просто попасть на работу или в магазин за продуктами. Причем жилье это аварийное, но всем как водится до большой сосны. В Челябинске местные элиты предпринимают попытки избавиться от неудобного главы Роспроднодзора Виталия Курятникова. Работа проходит в двух направлениях. Во-первых, Курятникова пытаются уволить вовсе, во-вторых, пытаются пролоббировать его повышение в Москву или в Екатеринбург. В любом случае, главное, чтобы он покинул Челябинск. И, видимо, губернатору Дубровску совсем пополам на экологию. Распилы процветают по всей России. На минувшей неделе самый громкий скандал на эту тему произошел в Красноярске. На минувшей неделе в Рио красноярского губернатора Александр Ус сдал подписи для прохождения муниципального фильтра. По случаю этого события он жалостливо заявил журналистам, что избирательной кампании у него нет и, скорее всего, не будет. Вот только 6 миллионов из избирательного бюджета уже куда-то потрачено. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников отозвался у представителей в законодательном собрании. Надо сказать, что для России такое прямое противостояние двух ветвей власти даже в пределах одного города в случае весьма редкий. Хорошо бы губернатору как-то наладить отношения с законодательной властью. В противном случае в Кремле будут сделаны неутешительные для него выводы. Российская Федерация выделяет Севастополю достаточно средств. Есть программы специальные, все. Но эффективность их освоения, она низкая, потому что тормозится принятие решений. Губернатор вносит, ЗАГС не принимает. ЗАГС там какие-то претензии, исполнительная власть плохо реагирует. Ну, послушайте, ну что это, детский сад, песочницы, что ли, играют? Игрушки друг у друга отнимают. Это целый субъект Федерации. Это жители города Севастополя. Как можно таким образом себя вести? Тюменская область по-прежнему трясет. Не успел регион оправиться от скандалов, связанных с этническими группировками и чиновниками в муниципалитетах, как в центре скандала оказался и новый глава региона. Тюменская область не перестает удивлять. Там сейчас активно идет подготовка к выборам губернатора. И местные единороссы уже получили распоряжение собирать подписи за кандидатов. Вот только не за представителей партии, власти Александра Мора, а за его конкурентов. Это чтобы создать видимость легитимных выборов. Члены Петербургского избиркома написали Элле Панфиловой, возглавляющей ЦИК России, чтобы она спросила их совета, кого стоит назначать председателем городской комиссии. Пока губернатор молчит. Глава Хакасии Виктор Зимин продолжает замалчивать проблему национальности. Проще же пересажать всех. Например, под горячую руку попала девушка, запилившая неправильный пост в одной из социальных сетей. Похоже, что скоро в Хакасии будет нельзя даже думать. Большой брат все увидит. Силовики не верят в то, что власть когда-нибудь отдаст функции охраны правопорядка и обеспечения госбезопасности и даже суда, что называется в частные руки. И называют эту новость фейком. Выправляя идущую в занос автомашину, нельзя резко рулить рулем. Надо аккуратно это все делать. Поэтому ситуация в стране сложная. И вот эти фейки мы должны воспринимать правильно. Потому что... Почему в отношении казаков сделано? Потому что здесь идет размежевание внутри общества. Как понимать термин экстремизм? Каждый решает по-своему. И даже однозначной судебной практики по экстремизму в России нет. Бывают, сроки дают даже за размещение в интернете фильмов о Великой Отечественной войне. Ведь там же демонстрируется свастика. За минувшую неделю стало известно о трех случаях возбуждения уголовных дел за сохраненные в социальных сетях картинки. В частности, жительницу Барнаула Марию Матузову подозревают в оскорблении чувств верующих. Она сохраняла на память у себя в соцсети мемы с афроамериканцами и Иисусом Христом. А что такое вообще патриотизм? Может ли он являться патриотом своей родины тот, кто критикует чиновников? Наши корреспонденты вышли на улицы и спросили об этом людей. Для меня это любовь к родине, к моей стране, к моему городу, к моему народу, то есть к своей природе. Власти вообще просто неуважают, проявляют неуважение к народу. И совершенно просто старики остаются без пенсий. Люди, которые работают за 20 тысяч по 12 часов, это тоже какой может быть патриотизм. Никакого патриотизма нет, ну и не существует. Патриотизм был при коммунизме в 80-х, может быть, 70-х годах или чуть раньше, когда наши живые были, наши дедушки, бабушки. Тогда был патриотизм, тогда мы шли за родину. Сегодня все это как бы рассеялось со временем. Любовь к родине все-таки. Любовь к тем людям, с которыми я живу. Я просто их люблю. И родину свою тоже люблю. Я люблю ее всякую. И хорошую, и плохую. Патриотизм – это готовность. Готовность к действиям, к жертвам. К необходимости, а не слова. Слова патриотизма уместить, на мой взгляд, нельзя. Только действия, только готовность. Кому-то из наших респондентов не повезло. Уже с 1 января им придется платить новые налоги и штрафы. Около 15 миллионов россиян рискуют остаться без стабильного заработка. Это связано с инициативой депутатов от «Единой России», которые предложили многократно увеличить штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации или образования юридического лица. Сегодня за это предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Согласно предложению парламентариев, за первое правонарушение штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, а за последующие от 20 до 30 тысяч. Депутаты уверены, нынешние штрафы слишком маленькие, учитывая количество нарушителей. По данным различных исследований, от 15 до 20 процентов экономически активного населения страны зарабатывает на жизнь предпринимательством без регистрации. Большинство из них не платят налоги. Аналитик Тимур Нигматуллин отмечает, что Россия находится в пятерке крупнейшей теневых экономик из 28 стран. На долю теневой экономики, которая, соответственно, почти не платит налогов и страховых взносов, по данным Ассоциации дипломирных сертифицированных бухгалтеров, приходится около 39 процентов. По оценкам главы Росстата – около 14 процентов. Теневая экономика преимущественно сосредоточена на таких секторах, как торговля и строительство. По словам Нигматуллина, весь возможный ресурс для пополнения бюджета за счет повышения налогов выбран «Единственным источником потенциального увеличения доходов остается серая экономика». По мнению политолога Андрея Калядина, в основе инициативы лежит идея, согласно которой «народ – это наша новая нефть». Вместо того, чтобы создавать условия для развития так называемой «гаражной экономики», представители власти пытаются максимально закручивать гайки. «Повышение штрафов нанесет тяжелый удар не по крупным бизнесменам, а по рядовым гражданам, которые самостоятельно пытаются выжить», пояснил Калядин. По его мнению, старушка, которая печет пирожки и выходит с ними на дорогу, никогда не станет миллионером и делает это не от хорошей жизни. Как правило, идет она на это для того, чтобы получить небольшую прибавку к своей и без того маленькой пенсии. Однако инициатива депутата способна полностью убить этот рынок. Это подчеркнул собеседник. Он полагает, что ни одна бабуля не пойдет в налоговую и не будет платить 30 тысяч в год, а это обязательный для индивидуального предпринимателя взносы, потому что это ее доход за полгода. Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что в группе риска окажутся не только нелегальные торговцы, но и те, кто сдают в аренду квартиры, занимаются репетиторством, оказывают услуги по маникюру, парикмахеры. В результате все эти люди еще больше уйдут в тень, сделают так, чтобы их не поймали. К тому же эту категорию граждан еще и трудно штрафовать. Все это напоминает Германию, Амберасаду 1933, 1935, 1936 года. Все равно эта идея в какой-то чумной голове возникла. Есть одно определение этому, это фашизм. Такой самый обыкновенный, тупой фашизм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Искренне надеемся на то, что у наших чиновников и депутатов осталась хоть частичка разума. И политические проститутки, напялившие на себя казачью форму, не получат желаемых наших с вами миллионов на борьбу с нами же. Кстати, всю программу мы говорим о некой политической инициативе. А кто же ее автор? Кому же, как говорится, говорит спасибо? Так смотрите, любуйтесь. Вот он, казачий атаман Андрей Доценко. Довольный такой до ужаса. На сегодня все. В студии для вас работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» в эфире телеканала Крик ТВ. Регулярно заходите на наш сайт крикньюз.ру. Там вы найдете много интересного. Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 290 2390. Ищите нас в соцсетях. Подписывайтесь на наши группы и на наш канал в Ютубе. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю.